МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.ру в студии Елена Шевкунова. Здравствуйте! В Аргашинске, Сафакулевский и Катайский районы заняли первые места по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, показав в 2014 году лучшие результаты. Третьих районов 15 октября получили гранты из рук первого заместителя губернатора Сергея Путмина. Сертификаты на получение грантов победителям Сергей Путмин вручил на Общем собрании муниципальных образований Курганской области 15 октября. Напомним, что это сообщество было создано для реализации главной цели – представления и защита общих интересов городов, районов и поселений области. Помимо этого, Совет помогает районам в развитии их правовой, организационной, экономической и территориальной деятельности. Уважаемые коллеги, с момента нашего последнего общего собрания, который поставил перед муниципалитетами сообществом за Уральом новые задачи, прошел год. Все это время в Совете муниципальных образований область пришла активная работа. Ассоциации действует правление, резионная комиссия и две палаты. Все они рассматривали важные вопросы развития местного самоуправления и вносили свои предложения по их решению. Все задачи и планы, которые стояли перед ассоциацией, были выполнены в полном объеме. Все это благодаря активному сотрудничеству как с федеральными органами власти, так и с региональными. За 9 лет работы ассоциации активизировалась и позиция глав. Многие стали выступать с полезными инициативами, притворение в жизнь которых положительно сказывается на уровне жизни населения и на развитии территорий. Мы прекрасно понимаем, как сложно сегодня быть главой муниципального образования. Вы часто остаетесь один на один с населением, со своими проблемами. И очень важно в этот момент быть услышанными. Мы понимаем, что не все проблемы муниципалитетов, людей, территорий в целом можно решить. Но совершенно четко осознаем, что каждое ваше обращение должно быть услышано. Также на собрании в этот день традиционно состоялись выборы нового управления ассоциацией и его председателя. Руководителем в очередной раз единогласно был избран глава Варгышинского района Валерий Яковлев. Александр Мироненко, Евгения Волкова, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство Курган.ру В Кургане назвали лучшие музыкальные школы за Уралия, а также имена лауреатов общероссийского музыкального конкурса. О том, кому достались лавры в нашем следующем сюжете. Музыкальный класс для них стал буквально родным домом. Множественные репетиции, выступления, концерты и привычным образом жизни. И все это дает свои плоды. Их отмечают и выделяют из лучших. В Курганском областном музыкальном колледже имени Шостаковича прошло награждение лауреатов общероссийских конкурсов «Молодые дарования России», «50 детских школ искусств», а также областного конкурса профессионального мастерства «Школа года». Для нас, конечно же, то, что у нас есть такой конкурс, это очень хорошо. Потому что мы сможем подвести определенные промежуточные итоги, выявить некоторых лидеров на определенные дистанции, я думаю, что к которым нужно будет стремиться большинству других школ. В этом году из 55 регионов Российской Федерации было отобрано 120 молодых дарований. Это ученики организации среднего и начального образования в сфере культуры. Среди них и четыре талантливых зауральца. Совсем скоро они отправятся в Москву на официальную церемонию награждения. Это большой труд, но труд этот он, как объяснить-то? Он в удовольствие все равно идет, потому что нравится этим делом заниматься. И нравится вкладывать силы, и нравится потеть за аккордеоном, за этим сесть, стараться. Мероприятие объединило всех участников образовательного пространства. Награждали не только учеников, но и их педагогов. Так, дипломом лауреата конкурса «Лучший» преподаватель детской школы искусства 2015 года наградили сразу троих. Наталью Баннову из Даши Ишатровского района, Марину Зубову из детской музыкальной школы номер один города Кургана, а также Архипову Елену, преподаватель детской художественной школы номер один города Кургана. Я считаю, что моя задача, главное, это не обязательно воспитать музыканта профессионального, чтобы дети стали активными слушателями и любили музыку, и в дальнейшем, в общем, своих детей тоже учили любить музыку. Лауреатом в номинации 50 лучших школ искусств России в 2015 году стала Лесниковская детская музыкальная школа. Детская художественная школа имени Бронникова, музыкальная школа номер три, а также Даши Икаргопольского района стали обладателями диплома лауреата лучшей школы 2015. Юлия Пастухова, Глеб Печорских информационных агентств Курган.ру. 15 октября рядом с домом-музеем декабристов в Кургане состоялось торжественное открытие памятника участнику Отечественной войны 1812 года декабристу Михаилу Нарышкину. На мероприятии присутствовали члены областного правительства, российского военного исторического общества, школьники и студенты города. Открытием памятника Нарышкину в Кургане отметили 190-летие со дня героических событий на Сенатской площади. Михаил Михайлович Нарышкин участвовал в переговорах Северного и Южного общества. Вошел в число участников подготовки восстания в Москве в декабре 1825 года. По указу обращен на поселение в город Курган Курганского уезда Тобольской губернии, куда прибыл с женой в марте 1833 года. Здесь на Рышкиной купели дом, построенный на берегу реки Тобол. Он стал центром культурной жизни города. По пятницам здесь собирались декабристы, ссыльные поляки, местная интеллигенция, проходили дискуссии по вопросам истории и философии, читали стихи, устраивались музыкальные вечера. «Очередное событие, которое мы сегодня с вами производим, это продолжение, наверное, череды тех мероприятий, которые, увековечивая память о великих земляках, потому что Курган, наверное, это не место ссылки, это место второй родины для тех людей, которые по велению судьбы, по велению сердца делали то, что они делали. И эта родина стала для них благодатной. На нашей территории они жили, они продолжали творить». Создание памятника известному декабристу осуществилось благодаря деятельности Российского военно-исторического общества. По словам советника председателя этого общества Ростислава Мединского, в России пока нет подобных памятников. По инициативе историков и депутата Госдумы Александра Эльтикова первый памятник установлен именно в Зауралье, в месте, где жили ссыльные декабристы. «Еще с детства нас с детьми водили сюда в музей, рассказывали о том, как жили здесь декабристы. Но сюда-то они принесли новую кровь, новое влияние на культуру в обществе, на какие-то основы, традиции». Советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский выразил слова благодарности губернатору Курганской области Алексею Кокорину, правительству области и сотрудникам Дома-музея за проделанную работу по сохранению исторического наследия региона. Это одно из направлений работы по патриотическому воспитанию молодого поколения. Юные зауральцы должны знать о роли декабристов в истории России и Курганской области. «Мы сегодня вместе с вами восстанавливаем историческую справедливость. Михаил Михайлович Нарышкин – великий герой, герой своего времени. Не зря в Кургане и в окрестностях Михаила Михайловича Нарышкина называли Белогиду. И это правда, потому что Михаил Михайлович, его семья, супруга оказывали посильную помощь всем людям». Дом музея декабристов был открыт в Кургане в 1975 году. Долгие годы он являлся не просто учреждением культуры с интересными музейными экспонатами, но и признанным научным центром по изучению декабристского движения. Музей расположен в доме, где декабрист Михаил Нарышкин жил со своей семьей на протяжении четырех лет, находясь на поселении в Кургане. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Далее смотрите рубрику «Печатный вестник». На сайте правительства области читаем, что в Курганской области в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» построено 50% линии связи. Специалисты уже преодолели несколько сложных участков трассы – пересечения с газопроводом, автодорогой и нефтепроводом. Порядка 20% линий связи было проложено по заболоченным участкам. До конца первого квартала 2016 года компания «Ростелеком» планирует провести строительно-монтажные работы и настройку канала связи в 83 населенных пунктах за Уралием. Курганская область – лидер на Урале по количеству линий связи, прокладываемых в грунт в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Всего в Уральском федеральном округе в этом году будет построено 1238 км оптических сетей связи, из них около 1000 км за Уралием. На сегодняшний день в Курганской области в минимально короткие сроки построено уже порядка 500 км оптики. Сейчас специалисты приступают к установке опор. Следующий этап работы – это монтаж оборудования и настройка точек доступа. В свою очередь молодежный портал «За Урали» сообщает о том, что зауральцы – участники форума «Утро» получили 4 дополнительных гранта. Федеральное агентство по делам молодежи выделит полмиллиона рублей на реализацию их проектов. Среди победителей оказались курганцы Артем Печенкин, Денис Соколов, Данила Исаков и лебяжевец серик Кайдаулов. Проект серика Кайдаулова «Город в деревню», направленный на повышение туристической привлекательности сельской местности, получит 200 тысяч рублей. Еще три инициативы отмечены премиями в размере 100 тысяч рублей. Так, например, по инициативе Артема Печенкина будет улучшена материально-техническая база для проведения соревнований по пожарно-прикладному спорту. Для продвижения IT-разработки программист Данила Исаков получит поддержку проекта «Сохраняющий глаза интерфейс». А на странице газеты «Новый мир» можно увидеть проект с 70-летием победы «Народная память». Целая страница посвящена памяти бойцов уральских отдельных лыжных батальонов, рассказывает Борис Игоревич Розов. С началом войны началось развертывание 21-й запасной стрелковой бригады. «Мой дед» Семен Михайлович Антипин после объявленной мобилизации приписано к 147-му отдельному лыжному батальону 32-го лыжного полка, который базировался на Увале. 32-й запасной стрелковый полк был сформирован 25 августа 1941 года, а в сентябре его преобразовали в лыжный. Отдельные лыжные батальоны считались тогда элитой Красной Армии. В них набирали комсомольцев, добровольцев и спортсменов-лыжников. А в дальнейшем эти лыжбаты стали ударной группировкой атакующих полков и дивизий. «Снежные призраки», «Белые дьяволы» – так немцы называли отдельные лыжные батальоны. Там, где их использовали по назначению, они показали свою боевую эффективность в зимних условиях ведения войны. Житель Заозерного получит более 100 тысяч рублей. Деньги выручит благодаря реализации полученного в наследство от дедушки-охотника целого склада боеприпасов. О том, куда отправились ружья, давно отжившие свой век, в нашем следующем сюжете. Наследник целого склада боеприпасов расценил ситуацию верно. Хранить такие сокровища без надлежащего оформления и незаконно, и очень опасно. Никому неизвестно, как поведут себя патроны с отсыревшим, слежавшимся порохом. А уж использовать их по назначению – все равно, что играть с огнем. Оружие приняли и утилизовали по всем правилам. По словам правоохранителей, акции по приему незаконно хранящегося оружия и других предметов вооружения проводятся ежегодно. На сегодняшний день постановлением правительства области установлены специальные расценки. За сдачу патрона гражданин получит 7 рублей. За оружие – от 500 до 1000 рублей. Всего на выплату вознаграждений из бюджета выделяется до 200 тысяч в год. В этом году только в городе Кургане сдано 4 ружья, 4 газовых пистолета и патронный порох. Всего в Курганской области за Ураль создали 9 газовых пистолетов, 21 единицу огнестрельного оружия, одно самодельное стреляющее устройство, почти 2000 патронов и 11 килограммов пороха. Сотрудники полиции уверены – главная причина попадания боеприпасов в незаконный оборот – недобросовестное хранение оружия. Статья 222 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за небрежное хранение оружия, если им завладели другие лица, и это привлекло смерть людей или иные тяжкие последствия. Уголовная ответственность предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Оставленный в бардачке машины газовый или огнестрельный пистолет легко может оказаться в руках несовершеннолетних. В Курганской области уже известны случаи, когда дети лишали себя жизни из-за беспечности взрослых. Любое оружие должно храниться в сейфе. Любое оружие, попавшее в незаконный оборот, должно быть сдано гражданами в отдел полиции по месту проживания. Юлия Смородина, Глеб Печорских, информационное агентство «Курганру». В Курганской областной библиотеке имени Югова открылась персональная выставка зауральского сюрреалиста Юрия Потеряева «Сон разума». О том, как художник создает свои шедевры, расскажет наш корреспондент. Его искусство поймет не каждый. Картины каргопольского художника-сюрреалиста Юрия Потеряева заставляют задуматься и посмотреть на мир другим, нестандартным взглядом. Свои будущие произведения он видит во снах. Особо запоминающие видения ложатся на холст. Именно их он и решил представить на своей персональной выставке «Сон разума». Ну вот я работаю, если со сновидениями. Я этой методикой достаточно, по-моему, овладел. Я записываю их сначала как бы в краткой такой литературной форме, чтобы не забыть. А потом как бы стараюсь ее материализовать и вот подать уже в виде живописного произведения. В экспозиции представлены в библиотеке выставки «Живопись и графика». Работа автора отличает техника разных школ и традиций. Учился художник по книжным и журнальным иллюстрациям известных мастеров, запоминая и отмечая интересные моменты каждого. Большое влияние на творчество Потеряева оказали полотны сюрреалистов Сильвадора Дали, Макса Эрнста, а также Хуана Миро. И он всегда отличался вот этой склонностью к сюрреализму, который одно время, как вы помните, у нас не поощрялся, в принципе. А он и тогда достаточно легко, красиво, кстати, очень красиво по живописи. Это делал графика у него была очень такая по цвету гармоничная. Все творчество Юрия Потеряева, по словам самого художника, направлено на исследование осмыслений природных тайн, загадок и неопазданных глубин. Понять, могут ли разгадать их зрители выставки – главная задача художника. Меня интересует просто реакция зрителя, так сказать, именно на эту выставку. Реализм, понятно, он, как говорится, не требует труда какого-то зрителя. А сюрреализм и книжная иллюстрация, она уже требует знания какого-то материала. Юлия Пастухова, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. В Кургане вновь начала работу ярмарка меда от семьи Ивановых. Подробности о новинках и акциях смотрите далее. На Курган уже давно обрушился и первый, и второй, и даже третий снег. Погода неизменно стремится к тому, что зима вот-вот вступит в свои права и принесет с собой простудные заболевания. В целях профилактики нежелательных последствий белой красавицы рекомендуется употреблять средства, целебные свойства которого известны давно – мед. Но помните, только свежий и натуральный нектар действительно полезен для организма. Содержит антибактериальные, противогрибковые и антивирусные свойства. К тому же мед является вкусным лакомством и отличным десертом. Ярмарка продажи натурального башкирского меда семьи Ивановых вновь открылась в Курганском областном культурно-выставочном центре. Уже в первый день за золотым продуктом пришли его поклонники и постоянные покупатели. У меня устраивает этот мед, я все время беру у них. Я люблю липовый и пустырник. За медом? Да, два раза был вот уже. Я доненька выбрал. Мы обязательно возьмем мед с имбирем, вот, и луговой, уже стандартно. А вообще вы часто покупаете? Ну, естественно, каждый год. Просто вот на данной выставке первый раз. Берем только у Ивановых, да, часто. Как только приезжают в Курган, здесь мы покупаем постоянно. Я в основном беру для внучки, для своей. Качество отличается качеством, то есть натуральнейший мед. Выбор на выставке семьи Ивановых огромный. Мед с корицей и имбирем. С прополисом и пыльцой. С маточным молочком, липовый, сосново-кедровый, горный и множество других вариантов. За каждый купленный килограмм вы получаете килограмм в подарок. Мед с лугового разнотравья, мед с корицей или восточный целитель на выбор. Есть сорта меда для настоящих гурманов и ценителей здоровья. Это мед целебный сбор, стабилизирует кровообращение, снимает стресс и улучшает пищеварение. А также мед с щебреца, незаменимый при бронхитах, кашле, при расстройствах желудка и снятии усталости. Приходите, вас ждет бесплатная дегустация от семьи Ивановых. Весь мед сертифицирован и прошел неоднократные лабораторные исследования. А также на ярмарке большой ассортимент уже проверенных целебных бальзамов. Всех покупателей ждет бесплатная дегустация, приятно удивят цены, а также продолжает действовать акция от семьи Ивановых «Купи килограмм меда и получи килограмм в подарок». Ярмар «Комет семьи Ивановых» проходит в Курганском областном культурно-выставочном центре до 23 октября. Впереди вас ждет программа «Марина Богатырева. Парламентская неделя». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. В эфире программа «Парламентская неделя». С вами Марина Богатырева. Здравствуйте. Программа социально-экономического развития «Заурали» на 2016 год претерпит серьезные изменения. Свои предложения, как улучшить жизнь в Курганской области, зауральские парламентарии внесут к октябрьскому заседанию. О работе профильных комитетов в этом месяце смотрите далее. На Комитете по аграрной политике и природным ресурсам депутаты заслушали информацию о ходе уборочной кампании в «Заурали». Более чем на 90% совершились работы по сбору зерновых. Такие цифры, безусловно, радуют, поскольку в прошлом году в это время этот показатель едва переваливал за отметку в 50%. Кроме того, депутаты аграрии приняли решение отложить разработку изменений в федеральный закон о личном подсобном хозяйстве. Поправки предполагали предоставить право регионам устанавливать предельные нормы содержания сельскохозяйственных животных в личном подсобном хозяйстве. Парламентарии дождутся изменений на федеральном уровне, где на данный момент идет разработка правил содержания домашних животных. Ну, если личное хозяйство подсобное, оно уже перерастает в товарное производство, то есть начинает реализовать продукцию, это не личное подсобное хозяйство. Личное подсобное – то, что производит, человек сам потребляет. На Комитете по экономике депутаты предложили доработать проект социально-экономического развития «Заурали» на 2016 год. Парламентарии подчеркнули, что эта программа не должна носить декларативный характер. Нужны реальные предложения, а не статистика, подчеркнули народные избранники, причем по многим сферам жизни. Не просто статистические цифры, например, по нужде аграрного производства, что мы уберем столько-то зерна или столько-то овощей или картофеля. То есть мы хотим понять, что вообще нуждается в Курганской области, баланс, например, говядина, да, КРС у нас, по молоку мы проваливаемся, могу точно сказать, по мясу говядины проваливаемся. Но где-то есть переизбыток какого-то сельхозпродукции и как его продавать, как его перерабатывать, может быть, мы об этом давно говорим. Но вывозить зерно – это очень легко и очень просто. Но мы понимаем, что мы сегодня вывозим свой потенциал экономический из региона. Подробнее о работе комитета в Курганской областной думе смотрите в программе «Вертикаль» 31 октября. Петуховский район всегда славился своими спортивными достижениями. Спортшкола в городе Петухово, лауреат почетной грамоты Курганской областной думы, всегда показывала отличные результаты в легкой и тяжелой атлетике, лыжном спорте, греко-римской борьбе, футболе, хоккее и даже шахматах. Но вот развитие материальной базы оставляет желать лучшего. Спортсмены уже много лет ждут появления физкультурно-оздоровительного комплекса. Петуховская спортшкола выпустила не один десяток талантливых спортсменов. Борцы, футболисты и атлеты не раз становились победителями и призерами соревнований различного уровня. За свои достижения учреждение стало обладателем почетной грамоты Курганской областной думы. Депутат Игорь Арзин, выпускник этой школы, говорит, больно видеть, в каких условиях приходится тренироваться спортсменам. Была развита в 80-х годах греко-римская борьба, в то время она называлась классическая борьба. Кстати, я сам занимался данным видом спорта, поэтому спортивная школа и вообще спорт в Петуховском районе мне очень близок, мне эти проблемы близки, всегда смотрю и с болью смотрю на нашу материальную базу в Петуховском районе. Здание Петуховской спортшколы построено в 43-м году. Текущая и осыпающаяся кровля, постоянное подтопление грунтовыми водами, сырость, просевшая кирпичная кладка. В таких условиях приходилось тренироваться будущему зауральского спорта последние годы. А это 320 учеников. Независимая экспертиза показала, износ здания более 70%. Было принято решение, чтобы переезжать, искать новое помещение и переезжать в другое место. Находится на балансе администрации, это столовая третьей школы, и вот мы приспосабливаемся к новому теперь помещению. Выделенное здание полностью переоборудовали. Пока принять детей готов один зал. Новые окна, полы, инженерные коммуникации – все сделано своими руками. К зиме готовы. Хотелось бы сказать слова благодарности нашим местным предпринимателям, нашим людям, неравнодушным к спорту, которые выросли в нашем городе Петухово, живут здесь. И низкий им поклон, не отказывают практически вообще ни в чем. Откликнулись, можно сказать, всем миром. В планах поставить душевые кабины и в скором времени оборудовать санузлы. А потом, конечно, и второй зал для занятий спортом. Петуховцы умеют героически преодолевать трудности, да, казалось бы, из неприспособленного совершенно помещения делают спортивный зал, я уверен, что сделают и будут ребятишки заниматься. Но, как у нас часто бывает, чтобы временно не стало постоянным, безусловно, Петуховскому району, городу Петухово, необходим свой физкультурно-оздоровительный комплекс. Он не просто необходим, я считаю, что люди достойны иметь современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Тем более, что спортивные достижения, ну, как бы этому способствуют и говорят об этом, да, что люди хотят заниматься, могут заниматься. Наши тренера могут тренировать детей, могут с ними заниматься. Наша программа подошла к концу. Всего доброго и хороших выходных. Новая осенне-зимняя коллекция мужской одежды 46 по 70 размер. Большой выбор, низкие цены. Магазин «Сударь». Коля Меготина, 138. Курганская ипотечная жилищная корпорация предлагает стать участником программы «Жилье для российской семьи». Минимальная ставка 9,9% годовых. Подробности в наших офисах в Кургане и Шадринске. Хит сезона. Балконный погребок. Компактный термоконтейлер для хранения овощей на балконе в зимний период. Мир техники. Володарского, 36. Телефон 46-68-70. Ты открыл и развил свой бизнес, а тебе нет еще и 30-ти? Прими участие в конкурсе «Молодой предприниматель России» и выиграй гран-при 100 тысяч рублей. Подай заявку до 31 октября. Гастроном на Кирово в самом центре города приглашает вас оценить богатый ассортимент и удобство шаговой доступности. Гастроном на Кирово. Традиции, качества в новое время. Типография «Курьер» объявляет открытие сезона календарей. Создайте свой календарь вместе с нашей дизайн-студией. В Новый год с новым календарем! Самый громкий проект информационного агентства «Курган.ру» снова на экранах телевизоров и в интернете. Выбери себе ту погоду, которая тебе нравится. Регистрируйся в проекте на сайте kurgan.ru. Стань телезвездой! Посадить дерево, вырастить сына. Дом. Кстати, дом. Кстати, БК-недвижимость. БК-недвижимость всегда кстати. Интернет-магазин «Столплит» представляет мебель по традиционно низким ценам. Кровать «Марсель» всего за 6 750 рублей. «Столплит» – доступная мебель. Отличная новость! Все должны знать, во вторник нужно рекламу давать. Горячие скидки порадуют всех. На точках приема ждет вас успех. Горячий вторник на точках приема. Найди свою активную точку. Встречайте новый «Телесемь». Читайте в новом номере журнала «Телесемь». Как попасть на телешоу «Голос. Реальные истории». Почему похудела Алла Пугачева. Как эффективно экономить электроэнергию зимой. Новый номер «Телесемь» в продаже со среды 14 октября. Покупайте «Телесемь» в магазинах «Метрополис», киосках «Роспечати» и в сети «Лето». Найсер Дайсер Плюс – ваш кухонный помощник. Выгодно, как ни крути. Скидка 30% на все тарелки, салатники и сервизы. А сервизы где? В посудоцентре скидка 30% на все тарелки, салатники и сервизы. Поясничные боли и межпозвонковые грыжи пусть останутся в прошлом. Передовые методы лечения доступны и в Кургане. Медицинский центр здоровья. Телефон 48-58-00. Дамы и господа, встречаем. 23 октября в Кургане на сцене филармонии классический русский балет под руководством Хасана Усманова с мировым шедевром «Лебединое озеро». Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. До 18 октября в посудоцентре распродажа столовой посуды. Выгодные цены на фужеры, стаканы, тарелки и сервизы. Найдете дешевле – вернем 110% разницы. Ждем вас по адресу просвек машиностроителей 40А ТРЦ дома. Спонсор прогноза погоды и многопрофильный медицинский центр здоровья. Стоматология центра здоровья проводит лечение зубов, десен, реставрацию, удаление, профессиональную гигиену, современные виды протезирования, диагностика в формате 3D. Запишите стоматологу по телефону 44-01-26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. История о принцессе-лебеде, влюбленной в принца, который хочет обмануть злой волшебник. Но добро должно победить. А чары развеются только от настоящей любви. Классический русский балет Хасана Усманова представляет 23 октября в Кургане на сцене филармонии всемирный шедевр «Лебединое озеро». Справки по телефону 4262-16. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу почти весь регион окажется на орбите влияния североатлантического циклона. Поэтому небо начнет хмуриться. Кое-где постепенно начнутся осадки. А температурный режим по-прежнему будет не дотягивать до своей климатической нормы. В Екатеринбурге плюс 2-4. В Челябинске 3-5. Осадки. В Тюмени 0-2. Небольшой снег. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный. 1-6 метров в секунду. Температура воздуха минус 4-6. Днем в Кургане облачно с прояснениями. К вечеру возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный. 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 2-4. Атмосферное давление будет падать и составить 762 мм ртутного столба. 17 октября солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!